А в воскресный день Святейший Патриарх Московский в Сеаруси Кирилл совершил освящение храма Живоначальной Троицы в Москве. После Великого Чина здесь же состоялась праздничная литургия. Подробности в сюжете Инны Тихоновой. Этого дня здесь ждали 15 лет. В 1997 году началось восстановление Троицкого храма, и, наконец, он распахнул свои двери для прихожан. Освятил храм Патриарха Московский в Сеаруси Кирилл. Ему сослужили митрополит Саранский и мордовский Фрессонофий. Епископ Красногорский Иринарх и епископ Солнечногорский Сергий, а также протоиерей Николай Карасев, настоятель храма Живоначальной Троицы. С большой духовной радостью он поблагодарил его святейшество за долгожданное событие – посещение приходской общины. Господи, я знаю, миле Христово, вы, ваши святейшие, вы являетесь в нас образцом для подражания, вы являетесь тем святильником, который стоит на верху горе и свете всех. А то свет нас просвещает, он греет нас, он вдохновляет, помогает нас, помогает нас. Если мы расслабляемся, он нуждает, если ленимся, заставляет делать свои дела каждым на своем месте, и не просто в меру своих сил, а в сверх меру своих сил. За литургией представители Русской Церкви и сослужившие его святейшеству и иерархи совершили хиротонию архимандрида Николая Ашимова, воепископа Амурского и Чекдамынского. Патриарх напутствовал епископа Николая на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новый хиротонисный архиерей преподал прихожанам первое архипастерское благословение. Божественный даром! Аминь! По окончании литургии представитель Русской Церкви обратился к собравшимся с первосвятительским словом. Он отметил, что освящение храма Святой Живоначальной Троицы в Старых Черемушках стало великим праздником для всей Москвы. Это был очень важный проект строительства храма в том микрорайоне, где не было храмов, где когда-то они были, но, как только что вы слышали, злой человеческой боли и волей были изничтожены. И как важно было, чтобы здесь был воздвиг не просто храм, чтобы здесь люди увидели современное лицо Русской Православной Церкви, обращенное к людям, к радостям и скорбям, к их повседневной жизни. В своей проповеди Патриарх затронул еще одну важную тему. Он посетовал, что обратиться к Господу, особенно в наше время, порой очень непросто. Да во все времена обычному человеку было нелегко понять Христа и ответить на его призыв. И сегодня, хотя человек живет в свободных условиях, стать христианином – это часто значит пойти против течения, против светского неверия и безбожия. Долг в Церкви заключается в том, чтобы увидеть этих людей, протянуть им руку помощи, чтобы этот мутный поток общего течения не подхватил, не унес их, не бросил на рифы, не сбросил в водопады. Для этого Церковь должна иметь зоркое зрение, особенно те, кто несет ответственность за церковную жизнь, архипастыри и пастыри. Уметь видеть движение в душах людей, в личностях, в общественных силах, в организациях. Правильно поддерживать, укреплять, помогать людям обратиться ко Христу и обрести Божью правду. В завершении богослужения его святейшество передал в дар храму Казанскую икону Божьей Матери, а также во внимание к помощи в строительстве храмового комплекса живоначальной Троицы, патриарх Кирилл вручил высокие церковные награды группе сотрудников, прихожан и благотворителей. Субтитры создавал DimaTorzok